Всем привет! У меня сегодня две подушки вместо штатива, мне просто так удобнее. Хотела начать этот влог с рассказа о нашем самочувствии. Помните, последний влог я завершила тем, что у нас температурил Марк, в итоге он две ночи у нас протемпературил, днем был немножко слаб, все-таки это была простуда, не зубки. И на третий день слегла я, у меня была высокая температура, слабость, вялость, отсутствие аппетита, в общем все признаки болезни налицо, но за два дня в целом я встала на ноги. Единственное, как вы понимаете, мамочка, когда помощи рядом нет, просто не имеет права болеть, поэтому я все равно, хоть чувствовала себя ужасно, я вставала, готовила, убиралась, правда делала это все механически, как робот, полусонная, потому что чувствовала себя очень плохо. Слава богу, сейчас я уже пошла на поправку, но из дома все равно не выходим, я думаю еще пару дней полностью выздоровлю и все будет отлично. На английский мы, кстати, тоже не ходили, я посчитала, что хоть и Алиночка себя хорошо чувствует, мы с Марком можем занести какую-нибудь инфекцию в школу английского, поэтому мы не стали рисковать и решили долечиться дома. Кстати, очень многие меня спрашивали по поводу медицины, здесь в Эстонии у нас есть медицинская страховка государственная, потому что мы сейчас имеем вид на жительство, то есть мы пользуемся всеми правами граждан Эстонии, но, к сожалению, мы к врачу еще ни разу не обращались, к сожалению или к счастью. Когда Марк заболел, я посчитала, что нет необходимости идти к врачу, потому что это была не сильная простуда, ну и я тоже понимала, что за 2-3 дня встану на ноги, поэтому не стали обращаться за медицинской помощью. Единственное, я сейчас хочу узнать по поводу прививок и проставить Марку все прививки, которые мы пропустили, Алиночке мы сделали все обязательные прививки, которые до 3 лет вроде, да, у Марк же прививки, наверное, до 10 месяцев были, а потом все, то мы болели, то мы уезжали, то мы переехали, и он у нас без прививок практически остался. Я очень положительно отношусь к прививкам и считаю, что если они положены, если медицина считает, что они необходимы, то я за прививки, посмотрим, что здесь скажет врач нам, и если это будет необходимо, то мы ему доставим все прививки, которые здесь, возможно, в Эстонии ставят деткам. Когда мамочка болеет, а детки очень хотят гулять, я их выпустила на террасу, видите, у нас здесь снежок, гамак, они с удовольствием здесь играются, им нравится. Вам нравится, Алин? Я уже 2 дня из дома не ухожу, а деткам очень нужно гулять, конечно, свежим воздухом дышать, поэтому мы это делаем на террасе. Обожаю наши террасы, видите, как будто они на улице на крылечке играются. Можно я себе тоже? Что там, Марк? Сина-сина! Марк, ты тут, я смотрю, вообще на расслабоне такой довольный лежит. Эх, Алина, ты представляешь, когда тут тепло будет летом, можно будет постоянно в гамаке кататься, да? Как мы, помнишь, летом катались здесь? Да. Марк, тебе нравится? Марк, пойдем? Пойдем? Куда? Пойдем обедать? Еще погуляете? Угу. Ну, давайте. Мы как на улице. Как на улице, да. Кто-то спрашивал, не опасно ли девчонке. Вот эта штука, она вообще неподъемная, то есть они никак не перелезут через вот эту вот перекладину, поэтому здесь очень безопасно, когда маленькие детки, болеть нельзя, потому что полежать никак не получится, обед за меня никто не приготовит. Готовлю сейчас сырный супчик. У меня есть на канале, очень многие из вас пробовали, он реально один из самых вкусных, детишки его обожают. Сегодня делаю не с рисом, как обычно, а с мелкой вермишелью. Здесь у меня куриное филе в кефире, это буду кушать я. Да, помните, у меня есть на канале этот рецепт, куриное филе маринуется с луком, с кефиром, соевым соусом, разные специи добавила, у меня здесь паприка, карри, запекается 25 минут в духовке, очень низкокалорийно и вкусно. И на гарнир у меня будет просто брокколи, водички добавила, сейчас потушу минут 15, и вот такая вкуснота, низкокалорийная, готова. И деткам супчик тоже через минуту, я думаю, 15 уже будет готов. Я смотрю, вы тут не пропадете, да, посмотрите на Марка. Марк, ты что, за грибами собрался? Это от дров у нас корзина. Нет, нет, положи ее на место. Моржницы розовые. Такое смешно, с этой корзиной. Алин, корзина больше, чем Марк. Ставьте обратно ее, да, где дрова. Какие розовые очки? Какие очки, солнцезащитные? Алин, на улице минус 3, какие солнцезащитные очки? Вот такая у нас зима, минус 3 градуса. Так, все, идите, играйтесь. Посадила где-то кушать, Марк убежал. У нас уже третий день плохой аппетит. Обычно он первым делом все съедает, даже быстрее Алины, но сейчас у него плохой аппетит, я так понимаю, из-за зубков. Зато Алиночка уже практически все уплела, да? А у меня вот такой обед сегодня. Куриное филе, салатика немножко и брокколи. Обожаю, очень вкусно. Я салатик немножечко полила соевым соусом. Я за обедом смотрю канал своей любимой Лидии. Я думаю, что многие из вас не знают этого канала. Моя подписчица мне его посоветовала. Она живет в Германии. Она когда-то лет в 14 с родителями переехала в Германию. То есть она канал ведет на русском. Но у нее вся семья, муж, немец, дети. Они совершенно не знают русского языка. У нее получается только канал на русском, а вся ее семья говорит на немецком. Канал просто необыкновенный. Знаете, просто такой домашний, семейный. Мне она нравится сама по себе. Она очень спокойная, размеренная. После ее видео, знаете, у меня прям какой-то релакс наступает, потому что она меня успокаивает. Я немножко другая, как вы знаете, более такая эмоциональная, улыбчивая. А она суперспокойная. Вот сейчас я вам включу, покажу ее немножко. Встает он каждый день в 4 утра. И, в общем, сегодня у него выходной. Он теперь спит. Ну и погода, знаете, такая серая. Видите, она очень спокойная. Зарыться, да поспать. Правда, София играет. Видите, меня не просила ее рекламировать. Она даже не знает о том, что я смотрю ее канал. Может, она обо мне даже не знает, о моем канале. В общем, девчонки, если ищете какой-то спокойный, такой семейный, домашний канал, мне она очень нравится. Поэтому обязательно обратите на нее внимание, если кто-то искал какой-то хороший, добрый канал. Мы, конечно, с ней сильно отличаемся именно эмоционально, но мне нравятся такие люди. Может быть, я как-то себя уравновешиваю такими людьми, потому что я немножко другая. И, кстати, тут у меня в рекомендациях еще моя любимая Ося. Мне кажется, я когда-то вам говорила. Но Ося бьюти-блогер, я многие ее именно бьюти-видео не смотрю, мне неинтересно. А влоги она выпускает где-то раз в полторы-две недели. Я смотрю, мне ее влоги очень нравятся. Тоже такие уютные. У нее дом необыкновенно красивый. Тоже беру что-то на заметку на будущее. В общем, канал Лидии и Ося я вам оставлю под видео. Вы представляете, Марк решил сесть со мной на диету. Суп не стал есть, кушает куриное филе, которое я делала в кефире и брокколи. Посмотрите, как заснула Алинка. Алиненыш, нам на английский пора, котен. Алин, пойдем полничать и на английский собираться. Алина, такая грязная. После обеда я тебя не умыла. Алин, котен, поехали на английский. Сразу встала. Как же она любит английский. Давай, пойдем умоемся. Пополничать. Сегодня уже другой день. Я себя чувствую намного лучше. Едем сейчас с детишками на английский. Мы в прошлый раз пропустили. Алинка тут уже готовится. Что ты берешь с собой, Алин? И носочки, и лизинку, и соколки. А зачем тебе маска для сна? Я хотела, чтобы это на шею. Зачем на шею? Ты уже на глаза, когда спишь. Оставь ее дома. Тебе она не нужна точно. Витя собирается. Что-то я у тебя здесь помады не вижу. Я не хочу помады. Не будешь краситься? Ну ладно, давай скорее, мы уже опаздываем. Или это возьмешь? Что ты решила? Это. Рюкзак? Ну бери. Давайте одеваться скорее. Помоги. А, пожалуйста. Пожалуйста. Держи. Быстрее, быстрее. Кстати, девчонки, смотрите, я немножко похудела. И видите, куртка уже ровно смотрится. Бедра у меня сузились немножечко. И также у меня сейчас кофта потоньше. Поэтому я решила не перезаказывать на размер больше. Буду этот пуховик так носить. Что, вы готовы? Побежали? Папа. Что, ничего не есть? Папа. Вон наш автобус уходит. Не успели. Ничего, Алин, мы минут 10 подождем. Новый сейчас приедет. Главное нам успеть. Наступила пора на улице Каши-Малаши. Здесь еще убрали. Возле нашего дома еле коляску протащила. Фу. Я как вспомню, Алинку в прошлом году ходила в садик забирать с Марком коляску, тащила на себе по сугробам. Потому что снега очень много. На занятиях обязательно запоминай все, потом будешь меня учить, потому что я и плохо знаю английский. Ладно? Будешь меня учить? Подробно-подробно мне расскажешь, что ты выучила, и я буду учиться у тебя. Хорошо? Умница. А потом Марку будешь учить, да? Угу. Тебе нравится заниматься английским? Там даже столик будет. И столик, и вы потанцуете, и мультики посмотрите, и поиграете, и порисуете там, да? Там же пингвины мультики. Про пингвина? Ага. Как пингвин на английском? Я тебе садик еще расскажу. А может пингвий? Угу, пингвий. Как? Пингвий? Пингвий? Молодец. Так, мне нравится этот район. Посмотрите, как здесь красиво. Ну что, мы приехали к школе. Там снимать особо нельзя, потому что детки чужие, поэтому включившись уже потом. Ну, может быть, Алиночку немножко поснимаю только. Пока ждем Алиночку. Марк здесь развлекается. 45 минут не так долго, он спокойно высидит. Марк, на тебе человечка. Держи. Вот так мы проводим время. Встретили папочку. Сейчас заедем в магазин, немножко продуктов купим и домой. Ня-ням. Через 5 минут. Мы же не на 5 минут. Детки кушают риску на палочке. Я тоже уже слопала. Слопала? Такие вкусные риски на палочке финские вот эти. Сидим с Алиночкой на почте. Ждем нашу очередь. Пришли за посылочкой. Вот так вот, видите, она выглядит. Народу нет совершенно. Нужно брать талончик и ждать, пока вызовут. Мы тут у Алиночки заметили кудряшку на кончике. Посмотрите, какая красивая. Валя, ну прям как у мамы, да? Угу. Красота. Я как барашек. Барашек? Угу. А я? А у тебя тоже кукуляшки, а ты как барашек? Барашек? Угу. Барашки красивые? Угу. И у нас снежочек пошел. Так здорово. Помните, я вам говорила, что невозможно идти? Все в снегу. Везде сугробы. Посмотрите, как мужа замело. У нас прям снег все сильнее и сильнее. Сейчас вот так вот вам покажу. Вот. Я так люблю снегопад. Луна спряталась. Побежали, Алина. Мы с мужем оплатили Алиночки на занятия на 3 месяца вперед. Я вам говорила, что месяц стоит 80 евро. И еще набор вот таких вот пособий, которые где-то ориентировочно на 1 год занятий, они стоили 70 евро. То есть вот этот вот комплект, пособия, футболочка, вот такая сумочка, в которой нужно приносить пособия, стоила 70 евро. То есть это около 5000 рублей ориентировочно. Здесь порядка 12 пособий. То есть я так понимаю, одно где-то на месяц ориентировочно. Не могу открыть. У нас несколько пособий забрал преподаватель, которыми они сейчас занимаются. Они находятся в классе. Тут еще должен быть диск. Вот, я так понимаю, здесь... Дай посмотрим, Алин, что находится. Здесь, скорее всего, диск. Откроем, посмотрим. Там различные песенки, которые нужно слушать дома. И вот здесь книжечки, которые немножко попозже будем уже изучать. Ты помнишь? Это бигвинчик. Как бигвин будет на английском, ты помнишь? Потому что саблила. Пин? Давай потом. Давай потом. А вот эту аппликацию делали на прошлом занятии, да, Алин? У нас немножко помялось. Ты сама клеила? Не надо трогать, аккуратненько. Только угадешь. И его просто и закрашивать. Ну, это вам преподаватель будет говорить, что здесь надо будет делать. Видишь, провести черту. Это она все на английском будет им объяснять. Они должны будут выполнять различные задания. Посмотрите, сколько много дисков. То есть, получается, 6 дисков на год. Здесь, как я понимаю, различные песенки. Алин, включим на днях? Давай, давай. Послушаешь, да? Ну, сейчас пока не будем этим заниматься. Сейчас пойду я уберусь. Потом займемся. Хорошо? Видишь, как? Все, закрывай. Тут вот написано, смотри. Сонг с песенками. Стори. Какие-то истории даже есть. Послушаем. Почему он не включается? Про цвета, Алин, про животных, про школу. Он не включается. В общем, послушаем. Он не включается. Но это нужно в компьютер всовывать, и будут песенки играть. Посмотрите на это чудо маленькое. И куда собралась? Гулять. В таком виде? Ага. Иди, иди. Алин. А дома зачем ты с зонтиком ходишь? Дома же нет дождя. А я хочу с зонтиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова